Народный комиссариат земледелия СССР, государственные органы СССР в ранге министерства, ответственные за планирование и руководство сельскохозяйственным производством СССР. История. Народный комиссариат земледелия СССР был организован 7 декабря 1929 года с сохранением ранее существовавших республиканских народных комиссариатов, земледелия, краевых, областных и районных земельных органов. Целью создания наркомата земледелия было внесение единства в планирование и руководство сельскохозяйственным производством в масштабе СССР и сосредоточение в едином центре непосредственного управления крупными сельскохозяйственными предприятиями. Наркомат земледелия под руководством Якова Аркадьевича Яковлева должен был практически возглавить работу по реконструкции сельского хозяйства, руководя строительством совхозов, колхозов и МТС и объединить работу республиканских комиссариатов земледелия ввиду того, что единое руководство, как было указано в законе, должно было осуществляться таким образом, чтобы в максимальной степени обеспечить развитие инициативы и самостоятельности союзных республик в деле развертывания производительных сил и социалистической реконструкции. С 1930 по 1933 годы наркомат занимался проблемой аграрного перенаселения, методом планового переселения, сменив при этом Всесоюзный переселенческий комитет при ЦИК СССР. Этим видом деятельности, позже получившим название «Кулатская ссылка», занимались сектор земельных фондов и переселение и переселенческое управление наркомземы СССР. В 1933 году эта функция ввиду неудовлетворительно организованного и исполняемого наркоматом переселения была передана Всесоюзному переселенческому комитету пресса в наркоме СССР, проработавшему с 1933 по 1936 годы. 1 октября 1932 года из наркомата земледелия был выделен Народный комиссариат зерновых и животноводческих совхозов СССР. В декабре 1932-январе 1933 года в этих наркоматах была выявлена вредительская контрреволюционная организация, проводившая шпионскую и вредительскую деятельность в сельском хозяйстве, так называемая группа Кунра Вольфа Коварского и ДР, которые были приговорены коллегии ОГПУ 11 марта 1933 года по статьям обвинения, контрреволюция, шпионская и вредительская деятельность в сельском хозяйстве. Расстреляны 12 марта 1933 года, реабилитированы 12 марта 1957 года. На 17 съезде ВКП Иосиф Сталин и Лазарь Каганович резко критиковали работу НКЗ и наркомсовхозов за формальный подход к работе и бюрократизм. Ян Рудзутак в своем отчете ЦК КРК отметил, реорганизация наркомата в 1932 году не дала ожидаемых результатов, и в соответствии с постановлением ЦИК и СНК 4 апреля 1934 года о реорганизации Народного комиссариата земледелия СССР, республиканского и местных земельных органов, была проведена новая реорганизация с переустройством земорганов по территориально-производственному признаку, и в наркомате был ликвидирован ряд управлений, секторов и трестов. Яковлева на его посту сменил Михаил Чернов. В 1938 году оба были репрессированы и их место на полгода занял Роберт Эйхи, который был также репрессирован. Его сменил Иван Бенедиктов, ставший первым наркомом земледелия с высшим сельскохозяйственным образованием. 15 марта 1946 года нарком земли СССР был преобразован в Министерство земледелия СССР, состав постановлением ЦИК и СНК Союза СССР от 4 апреля 1934 года. О реорганизации земельных органов Союза СССР функциональная система построения и НКЗ СССР была перестроена по производственно-территориальному принципу. В организационном отношении эти изменения выразились, прежде всего, в следующем. В НКЗ СССР было ликвидировано 21 управление и учреждено 7 основных управлений. Таким образом, основными органами наркомата становились производственно-территориальные управления, отвечающие за свой участок работы в целом и имеющие права и обязанности исключительно по всем вопросам руководства подчиненными организациями. Сектор земельных фондов и переселений и НКЗ СССР Переселенческое управление и НКЗ СССР Сектор земельных фондов и переселений и НКЗ СССР Народные комиссары земледелия СССР Вузы на 1941 году в состав НКЗ СССР входили высшие учебные заведения Сельскохозяйственная академия имени Тимирязева Башкирский сельскохозяйственный институт Белорусский сельскохозяйственный институт Г. Горки Белорусской АССР Бурятмонгольский заветеринарный институт Воронежский сельскохозяйственный институт Горский сельскохозяйственный институт Горьковский сельскохозяйственный институт Днепропетровский сельскохозяйственный институт Ереванский заветеринарный институт Ивановский сельскохозяйственный институт Иркутский сельскохозяйственный институт, Казанский сельскохозяйственный институт, Казанский ветеринарный институт, Казахский сельскохозяйственный институт, Киргизский зооветеринарный институт, Ленинградский сельскохозяйственный институт, Ленинградский ветеринарный институт, Ленинградский зоотехнический институт, Мелитопольский институт механизации сельского хозяйства, Молотовский сельскохозяйственный институт, Московский институт механизации и электрификации сельского хозяйства, Московский гидромелиоративный институт, Московский заветеринарный институт, Московский институт землеустройства, Немецкий сельскохозяйственный институт, Новосибирский сельскохозяйственный институт, Новочеркасский заветеринарный институт, Новочеркасский инженерно-мелиоративный институт, Омский сельскохозяйственный институт, Омский ветеринарный институт, Полтавский институт сельскохозяйственного строительства, Пятигорский зоотехнический институт, Саратовский заветеринарный институт, Саратовский институт механизации сельского хозяйства, Саратовский сельскохозяйственный институт, Смоленский сельскохозяйственный институт, Таганрогский институт механизации сельского хозяйства, Таджикский сельскохозяйственный институт, Ташкентский сельскохозяйственный институт, Ташкентский институт ирригации и механизации сельского хозяйства, Троицкий ветеринарный институт, Харьковский сельскохозяйственный институт, Харьковский ветеринарный институт, Харьковский институт механизации сельского хозяйства, Челябинский институт механизации сельского хозяйства, Чувашский сельскохозяйственный институт, Наградная система. В Народном комиссариате земледелия СССР была организована наградная система поощрения лучших работников, которым могли присвоить знаки отличия, такие как отличник социалистического сельского хозяйства НКЗ СССР, мастеру комбайновой уборки НКЗ СССР, отличный бригадир тракторной бригады МТС НКЗ СССР, лучший тракторист МТС НКЗ СССР. Особенности здания. В первой половине 20 века в здании НКЗ был установлен необычный лифт Патерностер. По состоянию на 2016 год он является единственным работающим подобным лифтом в России.